добрый день уважаемые гости посетители клиенты интернет-магазина электронов сегодня у нас будут несколько интересных экспериментов ну давайте значит какие задачи мы сегодня хотим решить и первое это сравнить по потребляемому току а значит по потребляемой мощности две лампы первое это спиральная лампа накаливания значит 15 ватт мощности 4100 кельвинов температура и 7 ваттная светодиодная лампа почему именно лампы такой мощности потому что обе они эквивалентны обычной лампе накаливания 75 ватт значит первое мы померяем токи второе немаловажное для любого специалиста который выбирает приборы всегда есть альтернатива в частности при измерении тока какой прибор выбрать давайте сегодня мы оценим точность и посмотрим если какая-то разница для того чтобы в будущем принять решение о том чем все-таки померить ток ну и третье чтобы соблюсти частоту эксперимента мы обязательно измерим освещенности в этих двух лампах тоже специальным прибором люксометром ну что давайте начнем возьмем сначала нашу спиральную лампу вставляем в патрон и значит включаем сначала наш мультиметр и включаем сеть обратите внимание что значит щупы мультиметра включается обязательно в разрыв провода и так лампа у нас горит давайте посмотрим какие показания у нас показывает мультиметр значит показания меняется в основном в десятых и в сотых связи с тем что есть колебания напряжение в сети ну то есть порядка где-то 67 миллиампер плюс-минус запишем эту цифру 67 миллиампер так а теперь возьмем токовые клещи другой марка юнит юты 202 поставим на минимальный предел измерения сейчас они обновляться и померяем клещами что же у нас какой ток будет фазе так 66 давайте положу рядом чтобы вы посмотрели в чем же разница если она между показаниями и так токовые клещи показывает 66 65 66 тоже колеблется из напряжения здесь 65 но по сути если вы посмотрите вы показания буквально находится в единицах миллиампер то есть в принципе это 66 65 но мы зафиксировать 67 пусть 67 у нас и останется потому что сети не 220 а плюс-минус стандарты допускает определенное колебание кстати еще проведем небольшой эксперимент чтобы понять как же работает токовые клещи если мы возьмем не одну петлю а сделаем две петли вот здесь вот сейчас ну просто провод скрутим и посмотрим что показывает нам токовые клещи посмотрите они показывает удвоенное значение то есть если его поделить на 2 мы получим ту же самую величину для чего это для того чтобы понять что магнитопровод вот этот вот который в виде красных клещей что значит его показания зависит от того сколько витков хоть для чего это нужно если вдруг придется померять и не будет возможности разъединить просто нужно поделить на количество веков это очень практический совет полезный вдруг кому-то пригодится итак вывод 1 о том что в принципе результаты практически не отличается можно как видите даже малые токи мерять разными приборами и и второе мы зафиксировали показания сейчас эти показания нам понадобится это 67 миллиампер энергосберегающая лампа теперь включаем светодиодную лампу 7 ватт которая аналогична спиральной лампе и лампе накаливания 75 ватт так смотрим что у нас показывает сначала наш мультиметр где-то порядка 30 миллиампер и смотрим что показывает токовые клещи ставим сюда тоже рядом чтобы был эксперимент правильно выполнен 27 ну даже давайте вот кстати есть кнопка макс очень удобная которая максимальные показания 27 29 ну напряжение немножко скажем так меняется ну давайте возьмем среднее число допустим 28 и так 67 делим на 28 миллиампер получаем что ток через спиральную лампу почти ну две целых четыре десятых раза больше чем через светодиодную лампу но естественно возникает вопрос а аналогичные ли они по освещенности это следующий этап науча эксперимента давайте отключаем наши приборы отключаем наши приборы так и померяем какая же освещенность у двух ламп раз у нас подключена светодиодная начнем со светодиодной лампы у нас есть специальный специальный прибор сейчас вы увидите какая освещенность но где-то порядка давайте округлим 293 ну скажем так 300 300 люксов так теперь вставляем другую лампу на этот раз спиральную посмотрим какой на дает освещенность вам поменьше по размеру поэтому у нас есть шанс более точно измерить мы и даже поместим сюда целиком чтобы не потерять ни одного люкса и давайте посмотрим что показывает у нас прибор даже при полностью помещенной лампе прибор показывает порядка 250 люкс даже меньше причем значительно меньше чем у светодиодной лампы на этом наш эксперимент заканчивается давайте подведем определенные итоги значит первое то что два прибора точные два прибора практически показывает идентичные показания при прочих равных условиях даже посвященности светодиодная лампа дает больше люксов чем спиральная лампа поэтому наша рекомендация основанная на результатах практических экспериментов мы рекомендуем переходить на светодиодные лампы как во первых экономичные во вторых обеспечивающие даже больше световой поток чем спиральная лампа эти лампы разной мощности 357 ватт всегда есть у нас наличие заходите на сайт звоните и приходите к нам у нас есть даже специальный стенд где вы можете посмотреть насколько ярко и беспрерывно они светят всем спасибо за внимание приходите звоните с вами был интернет-магазин электронов до встречи